Вестник Северодвинска о спорте. В спортивном корпусе корабел Фокси Вмаш состоялся 27-й кубок Белого моря по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Владимира Петрова. За призы и медали вели борьбу более 70 спортсменов из 6 команд Архангельска, Новодвинска, Нарьинмара, Сокола и Северодвинска. Спонсор рубрики «Магазин спорттовары». Споря по вольной борьбе не состоялся. 27-е соревнования собрали 6 команд двух возрастов из Архангельской и Вологодской областей. Более 70 борцов пытались положить соперников на лопатки и победить в схватке. Или изюминка этих соревнований. Счастье в том, что здесь еще сошлись два вида борьбы. Они входят в один вид спортивной борьбы, но подразделяются на греко-лимскую и вольную борьбу. Я поставил, что борьба была очень такая упорная. Греки, конечно, ребята сильные, чисто в физическом плане. Ну и мы сейчас уже немного догоняем ее. Из 18 золотых наград борцы города Корабелов завоевали 11 медалей высшей пробы. У юношей первые места заняли Евгений Карельский, Никита Федосеев, Александр Тюнин, Дмитрий Брюшинин и Кирилл Звонков. В мужской части турнира северодвинцы уступили лишь в двух весовых категориях. Золото на счету Александра Житнухина 57 килограммов, Ивана Богданова 61, Дмитрия Анишина 65, Никиты Меньшенина 70, Евгения Кузнецова 74 и Влада Усова 125 килограммов. Одну из золотых медалей завоевал кандидат мастера спорта по горекоримской борьбе Архангел-Огородец Михаил Данильченко. В финальной схватке абсолютной категории Михаил Данильченко встретился с северодвинцем, кандидатом мастера спорта по вольной борьбе Евгением Кузнецовым. Наш борец уступил гостю из столицы Поморья. Стоит отметить, что Евгений весит легче соперника на 23 килограмма. Северодвинска.